итак всем привет дорогие друзья с вами как всегда с насчет фуджем проходить ведьмак 3 dlc кровь и вино не ту кнопку нажал так надо поспать до утреца просто чтобы остановить все банки и фиганки и прочее уже 74 уровень прошлой серии занимались самым страшным квестом сейчас идем на квест 76 уровня хотя мы сами 74 то есть посмотрим что он нам из себя будет представлять этот квест видимо какого-то босса надо будет убивать а боссы мне нужны чтобы одеть сет новый поэтому это обязательное задание на которое мы должны пойти сейчас я сам поюзаю потому что не хочу включать макрос что потом он две секунды отключается надеюсь будет интересное задание это все-таки дополнительное задание то есть он нужно быть сам себе интересным не просто должно быть убийство монстра что-то интересное более папа лагерь брошен хотя разрушение свежие похоже пришел слишком поздно на смотрюсь на всякий случай следы борьбы четкие отпечатки лап чудовища появляются сразу здесь значит нападение было с воздуха воздушную тварь какой-нибудь чешуйка необычный цвет серебристый впервые такое вижу что-то прям необычное даже для ведьмака для нашего который столько всего повидал уже и это что-то необычное необычно кровь довольно свежая чудовище напала недавно мужчина истек кровью рано нанесло какое-то крупное существо это видно по следам когтей горло разорвано крупными зубами должно быть драконит может василиск только вот следы странные у всех видов какие я знаю они чуть-чуть другие советую держаться отсюда подальше опасно здесь похоже где-то рядом гнездится василиск именно так с гордостью сообщаю что именно он тут и гнездится и я лично за ним присматриваю присматриваешь это же не зверюшка домашняя этот василиск убивает людей я попрошу если на его территорию не заходить никого он не убивает я же столько объявлений развесил знаков специально чтобы никто не пострадал но кто-то пострадал тут труп совсем свежий купец наверное я как раз сегодня узнал что двое купцов несмотря на все предупреждения выбрали этот путь я спешил их предостеречь но опоздал я уже обо всем распорядился мои слуги заберут тело и передадут семье вместе с солидной компенсации ты платишь деньги семьям жертв почему потому что эти земли были пожалованы моему роду еще княгиней адемартой за их границами василиск никого не убивает и вреда никому не причиняет если только его не спровоцировать а если что происходит весь ущерб покрываю я из собственной казны мужей и сыновей разорванных чудовищем ты тоже возвращаешь из собственной казны этого я разумеется сделать не могу но я выплачиваю щедрое возмещение прошлым летом вдова шорника получила от меня 800 крон семья несчастного купца тоже не останется в обиде так говоришь это последний василиск откуда ты это знаешь последний представитель этого вида прежде их было куда больше но они вымерли когда выкорчевали буковые леса то есть ты считаешь что есть прямая связь между буковыми лесами и василисками опосредованное есть в буковых лесах водились серны а те служили основной пищей василиска когда серны исчезли они переключились на людей и тогда появились ведьмаки и вот осталась единственная последняя особи сам еще в прошлом году их было двое но партнеры окасты погибли и окасты это ее имя мой отец назвал ее так в честь своей покойной матери и оказывается тогда высиживала два яйца но когда самец погиб она к сожалению выбросила их из гнезда кто ты такой кто-то собственно такой и откуда такой интерес к фамилии рот дисальварес веками носит регулюс плату семейное предание гласит что основателя нашего рода ребенком на пожаре спасла самка василиска забрала его к себе в гнездо и выкормила как собственное дитя чепуха разумеется но прекрасно ты знаешь где гнездится этот василиск конечно знаю но вы же не думаете что я вам скажу эти мечи у вас не для забавы и я знаю чего от вас ждать я и самого найду у него очень характерные следы и второе тело поищу ты говорил что купцов было двое так кровищи конечно здесь опа странные выезженные пятна может следы ядовитой слюну этот вид похоже очень токсичен не иначе рано нанесенные серебристым василиском долго не заживает значит надо запастись противоядием это мне намек такой дает чтобы в зелье поставить его используют при дублении кожи чудовище разбила бочки вот отсюда запах на чешуя я кажется очень любопытно ее привлекают любые сильные запахи должно быть это бочки приманили ее к обозу следы ядовитой слюны разбитые бочки скорее всего вторую жертву василиск настиг где-то здесь во всяком случае теперь я смогу выследить чудовище по запаху яда и тонина зачем ее выслеживать я каста под охраной если она погибнет природная равновесие этого места будет надолго нарушена и последствия окажутся непредсказуемыми просто не надо ее провоцировать не причиняйте ей вреда и она вас не тронет я всегда подозревал что они специально подманивают василиска чтобы он уничтожал товары а потом требует возмещения запах очень слабый скорее всего василиск поднялся высоко воздух следы крови очень четкие для начала что я хотел сделать я что-то хотел сделать во первых он сказал про яд но я сразу поставлю потому что ну почему нет я не помню только как она называется вот мужик со мной бегает видимо да снова отчетливый запах как я и думал вторая жертва повреждение мало василиск должно быть мясо в гнездо чтобы съесть позже но почему-то выронил интересно почему дорогой гастон в ответ на твой вопрос о прилагаемой перевозке бочек с дубильной кислотой подтверждаю социальный маршрут согласованность гильдии все еще проходит через земли графа десева реза совет не не видит причин отклоняться от обычного маршрута граф обязательно обязался выместить весь возможный ущерб причиненный белым ужасом поэтому даже в случае по полного уничтожения груза гильдия убытков не понесет ясно я что-то слышу но это не василиск человеческие голоса лол а вы то чуть чё тут забыли чудище где-то вроде надо его будет приманить а ты кто такой собственно хотел спросить то же самое рубайлами назовут рубайлы случайно не из кримфрида родом именно что а ты откуда знаешь ты что за птица геральт из риви я ведьмак знаю ваших собратьев по ремеслу богольта живодера не щуку и мелкого а ведьмак богольт мне тебе рассказывал ты вроде мечом неплохо машешь профессионал добро сделаем так пойдем на гадов пятером вести должно быть страшно ядовитое нам лишние руки не помешают а награду мы уже от гильдии приняли так поделим по справедливости ну как уговор господа что я слышу вы собираетесь убить я касту этого быть не может это создание под моей охраной сейчас убьют чувак если дело в награде гильдии то я заплачу заплачу двойную цену вы не можете убить последнего представителя вымирающего вида заплатишь значит за то чтоб мы ничего не делали вот это новость но что скажешь сударь профессионал я слыхал это бестия уже пятерых сожрала василиска надо убить вместе мы с ним быстро разберемся после всего что я рассказала бы о касте вы ее уничтожить срать на твои связи это монстр все узнают что вы убили последнего василиска очень жаль сударь десальварес чудовище есть чудовище серебристые оно в клеточку или горошек последнее или предпоследнее это опасный хищник который убивает людей вот прям как я хотел сказать вот прям он так и сказал травники и алхимики вас возненавидят я знаю многих из них и расскажу что вы сам бездушный монстр вам наплевать на равновесие в природе вы им на вес золота будете платить утихомирьте кто-нибудь этого дворняжку добро мастер ведьмак как биться будем можем бить него из арбалетов а ты будешь его мечом отхаживать или двинем на него всей кучей и вместе его завалим решай у тебя опыта больше так наверное стрелять пусть они наверно фигарит в нее потому что свое дело близко я знаю можете стрелять в нее это хорошая мысль в нее это самка глядите мужики вот же ученый ведьмак со ста шагов умеет разглядеть что у гада под хвостом добро мои специалиста слышали готовьте арбалеты все прекрасно только чудовища в гнезде нет сперва надо ее выследить не обязательно геральт не обязательно мы уже провели разведку купцы используют танин чтобы приманить гадину а мы что не можем а у вас есть танец на чтоб ему у нас не быть пожалуйста польешь полью причем заставки парю мне деле этого становится логово ее касты есть на серебристая какая-то ни хрена себе смысле так она ядовитая поэтому сразу бахну эту штуку классно вы сбиваете это у я рот остановить монстр кассив путь против Что она вам сделала? Людей убивала она Людей убивала Вот и свезло же нам Драться бок о бок с настоящим ведьмаком Красиво же ты этим мечом вымахиваешь Ты говорил что-то про награду от гильдии? Хе-хе А ведьмак-то не мелочится Сразу видать профессионал Пожалуйста Вот твоя доля До последнего гроша вся как договаривались 200 эксп Мы себе возьмем парочку этих вот чешуек и хвост В доказательство для гильдии Сейчас этот мужик подойдет Да-да-да Ну мужик ну что-то так Мы про тебя шепнем доброе слово кому следует Чтоб тебя торгаши с ценами не обижали Спасибо, счастливо Безжалостная моя и окрасна Стальная меч и роженоса Трофей из серебряного влюбина Безжалостно, да Деньги мне твои зачем? Мне нужны трофеи Я ведьмак И это причем тварь убивала людей Если бы она просто летала и никого не трогала Так люди все равно заходят на ее место И все равно она убивает людей Че, тебе поговорить с тобой? Бедная моя и окрасна Ого, один медовик кадр Шанс срубить конец Доп Опыт за смертный удар Доп Опыт По одному проценту Ха Ну пусть она будет Потому что она хоть много эффектов дает А не один И что за меч? Он поломан Если его починить Давайте его починим Идем не починим 200 продвижения доспеха Но он не заряжается Это не очень Зарезали Безжалостно Зарезали Ну не на такое сложное задание было Так Давайте теперь другое задание Какой-нибудь пройдем Дополнительное задание Клиент всегда прав Зойти в банк Кого-то там Так Так Так, теперь надо зелье менять А вот это И сохранится Я туда бегу вообще? Да, ну почти Чуть-чуть вбок И нормально будет Показаты они неплохие Да, но я ни одного сюжета не прошел Вот сейчас они кончатся скоро Скорее всего Ну, мне так кажется Потому что Что-то новое на досках объявлений не появляется Видимо по поводу сюжета Ну то есть По развитию сюжета будет появляться Ну или так мало их просто Нет более безопасного места, чем наш банк Есть, есть подвод Приветствую в банке Чанфанелли Из 10 чужих деньгах Мы заботимся как о собственных Чем могу служить? У вас открыт мой счет Я хотел снять с него деньги Конечно Ваше имя Геральт из Ривии Минуточку Мне нужно заглянуть в бумагу Кися Необычная кися Вы хотите сказать Ничем не смогу вам помочь Чрезвычайное обстоятельство Понимаете Владелец счета Официально числится умершим Как видите Это уже не актуально Должно быть Произошла ошибка Чтобы восстановить доступ К вашему счету Нужна справочка А38 Обратитесь в первое окно За сопутствующей информацией Ну очень отстаскают По поводу этого Ну ладно Где это Кожан номер А38 Ну ну Пусть Поним Приветствую Банки Чанфанели Здесь о чужих деньгах Мы заботимся Как о собственных И так далее Чем могу Уважаемый Я хотел бы Вновь открыть Банковский счет Мне нужна справка А38 Это не тут Что значит Не тут Мне сказали Что здесь Мне дадут Справку А38 Вы не нервничайте А то у вас Сосудик лопнет Тогда скажите Куда идти За этой Бумажкой Может Наверху В секретариате Или внизу В архиве Придется Поспрашивать Ну ебалово Какое-то Это все Приветствую Банки Чанфанели Здесь о чужих Деньгах Мы заботимся Как о собственных А клиент Всегда прав Чем могу служить Я могу здесь Получить справку А38 Конечно Разумеется Форму 202 Пожалуйста Форма 202 Что еще За бред Милостивый Государь Это не бред А необходимая Формальность Справку А38 Я могу выдать Единственное По предъявлению Формы 202 На основании Распоряжения Номер 60 Прошу Пройдите К окну Номер 1 Так я Только Оттуда Пришел Не важно Сейчас Вернусь Формой 202 Сука Куда вы Передо мной Лезете Без очереди Никуда Я не влезал Я здесь стоял С самого начала Да Сегодня уже Трое таких было Каждый так Говорит Я этого Не потерплю Сейчас Я тебя Научу Культурному Обращению Попробуй Сейчас Меня разъебет Мужик Я не помню Как драться В этой игре Эй Господа Хотите Поскандалить Милости Прошу Наружу Пойдем Выйдем Пойдем Выйдем Только я драться Не убираю Но Выйдем Пойдем Давно На кулаках Не пытался Драться Хамп и быт Иди, иди сюда Сейчас я дам тебе урок смирения Я тебя Научу Вежливости Вы Должно быть Это Не всерьез Хамп и бытло Сейчас я дам тебе урок смирения Я тебя Научу Вежливости Сейчас я дам тебе урок смирения Ебаный ворот С одного удара Да что это за пиздец Блядь Ну Соси хуец Я сейчас загружусь Сейчас тебя буду забивать До такой степени Пока ты не сдохнешь Тварь Что-то Что-то как-то сильно агрессивно Просто Блин Когда с одного удара Они убивают Это вообще пиздец Когда он высоко левельный Просто нельзя пропускать ударов Нужно сделать один удар Все Пусть это будет очень долго Но Я его заебошу Тогда таким способом Куда вы летите? Какое мне дело До твоей очереди Что за ханство? Я этого не потерплю Пойдем Пойдем Кое-как Друзья Я смог победить Кое-как Я не знаю Как у меня это получилось Но это было Я тебя научу вежливости Научил? Вас тут не стояло Учитель вежливости Еле-еле И знаете Как это Я победил Надо вот правую кнопку нажимать Когда он бьет Тогда его отталкивают Я помню Раньше такую тактику использовал Там же одни варвары Но ты же ее знаешь Куда она еще пошла? Запах лака для волос Можно пройти по нему? Да? Могу я чем-нибудь помочь? И представляешь, дорогая Она утверждает Что в новом сезоне В моде будут рукава с буфами Прошу прощения Мне кое-что нужно решить В окне номер один Да что ты говоришь? Я вот тоже сомневаюсь Потому что Прости Чистая неравистья Вы не видите Что тут написано Перерыв сейчас Селина, дорогая Подпиши мне вот здесь А это вы? У меня тут такое дело Перерыв у нас Говорят же, как человеку Нет, не понимает Не человек или я вовсе? Покажу, у меня нет выбора Придется ждать, пока кончится перерыв Чисто прикольно разыграли квест, конечно Придется подождать У них перерыв А вы, мой друг, что пытаетесь раздобыть? Справку А-38 Хотя сейчас уже кажется форму 202 Форму 202? Легче легкого Попробовали бы вы, мой друг, достать сертификат П Раз уж мы все равно здесь ждем Может, партиечку в гвинт? Не, я в нем не селет Вижу, вы здесь во всем разбираетесь Наверное, решили тут не один вопрос Ну, разумеется, мой друг, разумеется И то удавалось обстряпать И другое Видите ли, на все нужен способ А если нет способа, даже не дергайся Я, кажется, видел все Попытки очаровать, гипноз, подкуп Ничего не действует А-а-а Все это подействует А если ничего не действует Что делать-то? Быть милым Кстати, я не подумал, блин Надо было бахнуть знаком у него Лолк Сидит такая женщина в этом окошечке по 12 часов И никто ей даже доброго дня не пожелает А если вы, мой друг, еще организуете для нее какие-нибудь цветы или духи Дело решится за три минуты Ну, тогда попробуем Мы сейчас свой способ попробуем Может, на нее очарование подойдет Идачи О, сохранилась Приветствую в банке Чен Панели Здесь о чужих деньгах мы заботимся, как о собственных и так далее Чем могу, уважаемый? А нельзя было сразу сказать, что к справке А-38 нужна форма 202 Я потерял на этом Много времени Вы, уважаемый, не возмущайтесь Мне казалось, это очевидно Сейчас выдадим вам формочку Фамилия ваша как будет? Геральт из Ревимы Сейчас найдем Геден Гемель Вот Геральт из Реви Боюсь, не могу вам выдать форму 202 Сука Что, что? Заявитель официально числится умершим Скажите, уважаемый, как же мне подавать такие данные? Я принес вам цветы В благодарность за помощь в моем деле О, но мне нельзя Это действительно мне? Их цвет подходит к вашим глазам Вы, уважаемый, просто очаровашка Подождите тут минутку, уважаемый Пойду к господину Эчан Фанели Может удастся что-нибудь сделать с этими бумажками Прикольный класс, кстати Ранее, необычный, прикольный Несколько минут спустя Мужик пришел за нас Я им говорю не мешать, но нет Постоянно кто-то голову морочит Кого я вижу? Сердечно рад, мастер Геральт Давно ты нас не навещал Я был немного занят Ну вот теперь вернулся, и у меня к тебе дело Разумеется Чем могу тебе помочь? У меня небольшие неприятности с банковским счетом Я хотел снять с него деньги и... Никаких проблем Сейчас все выплатим Только понадобится еще кое-что Да я уже слышал Справка 38 и так далее Без этого не получится Но ты, как я вижу, ориентируешься в банковском деле Так что мигом управишься Секундочку, друзья Продолжаем Чиан Фанелли, хватит отговорок Выплати мне мои деньги Немедленно Но мастер ведьмак, зачем же так нервничать? Сейчас все выплатим только сперва Я должен увидеть необходимые документы У меня есть для тебя документ Который значит больше, чем все эти справки Вот, пожалуйста Поручение от ее сиятельства Да И на его основании Я требую доступа к моему счету Сейчас же Да, мастер ведьмак, идем Что-то как-то завтрак у меня короче Милишки, мастер ведьмак Не жалуешь Мои поздравления А у нас вот Не очень Торговля вином идет все хуже Наверняка из-за этих фиглярских названий Никто за пределами Туссента Не знает, как выговорить, скажем Потому люди и стесняются покупать Готово Ящик номер 256 С правой стороны В конце Понятно Чен Фанели, ты что, шутишь? Этот ящик пустой Ну, деньги должны быть в обороте Так что, как только мы узнали, что ты умер То мы их сразу пустили в ход Пупили акции, облигации Инвестировали в развитие пары и виноделин Вот все и разошлось Ой, сейчас вы улетите Раздаем вещи своими именами И просто меня обокрал Да что вы, мастер Разве бы я посмел Я... Посмел, посмел И сейчас ты за это ответишь Открой решетку Мастер ведьмак Я все отдам, обещаю Клянусь бородой моего батюшки Один раз я уже дал себя обмануть Второго раза не будет Мастер Геральт Взываю к твоему рассудку Можно же как-то договориться Я эти деньги из тебя силой вытрясу Стража, на помощь! Взять его! Чего, блядь? Так, я скипаю игру И сейчас заново загружаюсь И буду пиздить стражу В общем, вот так, друзья Не знаю, как у меня это получится Но это будет крайне сложно Блядь, ну, не знаю Посмотрим, в общем Кое-как получилось, друзья Кое-как Вот я его достану У них по ним... То есть, если один он То очень просто его убить А если их двое То это, конечно, сложнее гораздо Он сейчас меня пиздит Наверное, еще будут Ну, че можем? Яночка, закрой счеты И выплати денежки Благодарю Мастер-ведьмак, вот твои деньги Только, пожалуйста, не устраивай больше скандалов Опять ты меня наебываешь? Да Понимаю А, мастер, и вот еще что Не приходи больше в мой банк Нам тут таких клиентов не нужно Не приду, сейчас дверь закроется и больше не откроется, да? Сейчас дверь закроется Хм, так Секундочку, я сейчас кое-что уточню и пойдем дальше Уточнил и понял, что пойдем мы уже дальше Дальше в другой части Спасибо всем за внимание С вами Александр До встречи и пока